Питание в школьных учреждениях у нас идет. Мы обговаривали с примарами о том, чтобы было справедливое распределение на ребенка определенную сумму, чтобы все могли питаться одинаково, не давать одному больше, другому меньше, потому что у нас все дети одинаковые. И распределять пропорционально. Есть там, где маленькие комплектные детские сады, и уже поставить другую формулу расчета. Смотрите, к поводу не додает формулу. Если взять, как там считали примары, то 25,5 лей, наверное, нашлось. Тогда получается, что примария наша не получает 127 тысяч. Есть примарии, которые не получают намного больше тоже. Поэтому мы предлагали, чтобы было правильное распределение, чтобы было пропорционально ко всем населенным пунктам, чтобы одному не больше, другому не меньше, чтобы мы чувствовали себя на равных условиях. Раньше деньги на освещение выделялись фронтинг-комитетом благодаря закону, который был принят Народным собранием. Это программа «Освещенный населенный пункт». С этого года, мая месяца, эту программу приостановили до конца года. И примарии сами изыскывали средства для того, чтобы сохранить и создавать удобство для жителей своих населенных пунктов. Потому что ночью мы должны были выключать цвет. Но мы изыскали средства, и ночью тоже включаем освещение. Мы очень бы хотели, и как и все другие примары, чтобы во всех населенных пунктах горел свет, чтобы люди чувствовали себя безопасными, было удобно людям передвигаться ночью с работы и идти домой. Далее, по питанию в школах. Также был принят закон депутатами Народного собрания. Это фонд «Здорового поколения». И дети с 5 по 12 класс также имели возможность кушать бесплатно в школах. Это огромное преимущество было у нас в ГАЗУЗе для наших детей. Потому что дети обучаются до 3, до полчетвертого в школах. И необходимо, чтобы они кушали. Потому что это наши дети, это здоровье наших детей, это будущее наших детей. Потому что мы в первую очередь должны думать об этом. И не знаю, чем руководствовались те депутаты, которые проголосовали за это. Мне очень жаль, что исполнительный комитет поддержал данную инициативу. И не вышли с другой о том, чтобы продолжить питание этим детям. Я надеюсь, что сейчас это исправится. Очень надеюсь. Как и все другие примары, тоже поддерживаю, чтобы фонд «Здорового поколения», то есть питание в школах было продолжено, начиная с следующего года. Была хорошая программа, чтобы на местах примари организовали свои пожарные депо, для того, чтобы реагировать очень быстро, экстренно реагировать, чтобы решать эти проблемы на местах. И вот сейчас, 19 октября, мы получаем пожарную машину из Австрии. Теперь нам нужно содержание, все остальное. Но, к сожалению, тоже были урезаны данные трансферты. Это, опять же, делается примарией для людей. Безопасность людей, безопасность их имущества, безопасность экологии в черте населенного пункта. Потому что, особенно весенний, осенний период, есть много поджогов, лесов, пастбищ. Это определенная тоже безопасность в населенном пункте. И остальные программы, которые существовали, должны работать. Думаю, что примари имеет очень много проблем. И второй уровень власти, то есть Народный Особойный Исполнительный Комитет, должны сопутствовать и помогать в решении данных проблем, а не как-то другими способами препятствовать к этому.